В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 декабря 2018 года «Среда. Сила русской песни». Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Об виртуальной студии нахожусь и Алексей Орлов, и Светодар Роман Сухоненко. Итак, мы с тобой первую часть провели, на мой взгляд, достаточно разнообразно. Поговорили о том, о сём. И пришло время отвечать за свои слова перед нашими радиослушателями. Вопросы и реплики принимаем на сайте Народного Славянского Радио. Славрадио.орг. Там ищите в выпадающем меню беседка чат или чат-беседка, кому это нравится. Если не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь. Это делается один раз. Если зарегистрированы, то можете сразу же приступать к написанию вопросов, реплик, своих комментариев. Просто общаться с друзьями. И также у нас есть на канале YouTube, youtube.com.slavradio, свой канал, как раз Славрадио. Это наш канал Славрадио. Латинскими буквами, одно слово, не ошибётесь. Вот там вы можете писать свои комментарии, реплики под нашими эфирами, под живым эфиром. Если вы где-то в других чатах пишите, которые не относятся к нашему радио, то, извините, мы не видим ваших вопросов, ваших реплик. И, естественно, на них никак не можем отреагировать. Также не забывайте, что здесь приличное общество, здесь мыслящие люди, поэтому варианты гоблиновских коротких выражений с матерком да с ветерком не приветствуются. Сразу такие отправляются в баню. Не обижайтесь, вообще без комментариев, просто в баню и всё. Ибо незачем здесь гадость всякую сеять. Ярослава Ярославовна, вопрос в эфир. Что или кто является твоим вдохновителем? Да моим вдохновителем является сама жизнь. Сама жизнь в её, во всей красе, это и есть наш вдохновитель. Сама прелесть жизни, сама прелесть этого постоянного движения, постоянного роста. Ведь мы должны постоянно расти то на самом деле, они зацикливаться на всяких вещах, на которых нас заставляют зацикливаться, когда нам создают какие-то потолки, какие-то стены, и разнообразные вещи, которые нас ограничивают. Наша цель – это эволюция, наша цель – это вечность. Понятно. Идём дальше. Лёха Братан, вопрос в эфир. Что вам известно о частотной диверсии с менее 432 кГц на 440 кГц? Про гусли скажите, почему изданно под запретом рушат нынешних мастеров? И Ярослава Ярославная также добавляет вопрос от себя. Как влияет частота 432 Гц? Спасибо. Килогерц, я ошибся. Герцов, да, конечно, не килогерц, а герцов. Мы с тобой уже обсудили как раз эту тему по 432 и 440, что это искажение прошло намеренно. Конечно, слышали. Я думаю, все, многие слышали о том, что эта так называемая диверсия произошла в начале 50-х годов. Планировалась она давно. И, естественно, смена частоты на определенный порядок, тем более на частоту страха, конечно же, будет вызывать нехорошие последствия. Но что мы видим вокруг? Кроме того, всего того, что несет сама музыка и само слово, о чем мы сегодня говорим, и что сейчас звучит вокруг, и все в разрушительном аспекте, да, и плюс ко всему этому еще 432. Ну, что мы получаем? Вот то и получаем. Ну да. Ладно, благодарю дальше. Евгений Александров. Здравия всем желаю. И сразу вопрос в эфир. Агма, славянская мантра. Это и есть знания, передающие нам предками в духовном плане? Не знаю, что за Агма. Я знаю, у нас были мантры, которые читались и богам, и для разных определенных процедур, обрядов и ритуалов. Но в основном мы мантры используем для вызывания богов. Мантры звучат со священными звуками, со священными слогами, которые отвечают за наши так называемые тонкие тела или высшие тела. Ну, естественно, наше тело жизни физическое. В единственном числе звучит как мантра. Мантра. Вот, на конце ра. Поэтому мое такое, ну, может быть, предубеждение, что такие слова, где на конце ра, их надо склонять несколько по-другому. Не мантры, а мантра и. То есть ра должно оставаться, тогда смысл сохраняется. Мантра и, то есть множественное число. Ну, вот там, я думаю, в зависимости от того, как это склоняется, слово ре, это же же... У нас же вообще падежей много пропало из русского языка. Тот же звательный падеж, когда мы говорим отче, братце. Я про другое, это понятно, да. Я здесь не про склонение, а про то, что... Я понял, понял. Есть вот слово, где каждый слог, он важен. Вот если слово, слог ра присутствует в конце, его нельзя изменить на другое, иначе меняется смысл вообще всего слова. Конечно. Поэтому мантра и множественное число, а не минтры. Ну, ладно, хорошо. Это мое убеждение. Вы можете соглашаться, не соглашаться, друзья мои. Просто вот так, как вброс такой информационный я сейчас сотворил. А, про гусля не ответил же, почему гусля уничтожают. Да, конечно, будут уничтожать. Все, что начинает пробуждать людей и возрождать нашу культуру, конечно, все уничтожается. Естественно, эта диверсия делается именно для этого. Вот, кстати, с этими ребятами я-то и познакомился там на возрождении с мастерами, оттуда, у которых сгорела мастерская. Вот они вот... Они, кстати, самоотверженные люди, я вообще преклоняюсь перед этими людьми. Они целыми днями с утра до вечера... Вот солнце взошло, они выходят с гуслями и с утра до вечера собирают людей и ведут с ними мастер-класс и обучают людей играть на гуслях. Просто так. Для того, у них просто цель вернуть гусли в каждый дом, в каждую русскую семью, славянскую семью. И они выполняют, выполняют свое предназначение. И они делают, и учат. И просто, когда я взял эти гусли, пришел к ним, я просто сказал, я не отдам им эти гусли. У меня даже денег не было с собой. Я пошел у ребят, позанимал денег и все-таки забрал эти гусли, потому что я только их взял, и я с ними сросся. Все. Я их не захотел отдавать. Я не отдам ему гусли, хоть он дерись. Да. Ну да. Хорошо, идем дальше. Василий Иванович, реплика в эфир. Здравия. Сергей Данилов говорил в своем видео, «Как влияет на позвоночник русская народная музыка-песня? Классическая и попса, хэви-метал и попса расшатывает нервную систему». Вот такая реплика. Ну да, согласен. Хорошо, идем дальше. Леха Братан. Кстати, кто-то говорит «минтра», кто-то говорит «мантра». Ну, они очень близкие, имеют некоторые, конечно, отличия. Ну вот, все равно, в любом случае, если есть «ран» и «конце», то желательно все-таки «после-ра» добавлять «и», а не заменять «ана-и». Это так, просто продолжение, там я смотрю в чате, что происходит. Леха Братан. В эфир. Знакомы ли сказители творчества хип-хоп группы «Соль земли»? Уж Коли признался, что из Донбасса. Честно, не знаком. Просто не знаком. Когда-то в юности я дружил с хип-хоперами в свое время. Даже они меня приглашали сотрудничать. Хотя я им написал одну медленную композицию, она им очень понравилась тогда, они там балдели. Тогда еще хип-хоп не так сильно был распространен. У нас там что-то там был, мальчишник только тогда. Реально такой хороший рэп-группой. А сейчас я современных даже не знаю, не знаком. Ну да, перешел этот рубеж и девчонка посмотри на меня «Делай, как я», «Делай, делай, как я», да? Идем дальше. Реплика от Василия Ивановича. Когда слушаешь, поешь русские народные песни, песни военных лет и песни 50-х годов, то душа словно в космос улетает. Это то, что касается силы русской песни. Хотя в 50-е годы, да и пораньше, уже под русскую песню много что навалили. И композиторы, представители иных народов, и многие сейчас песни, которые звучали в 50-х, 60-х, они как бы так немножечко заточены на лады не русские, не славянские, но многими воспринимаются как будто бы это исконно русские. Вот так вот. Может быть, где-то мимикрия, может быть, где-то подражание. А может быть, на самом деле люди, которые живут на Руси, они вот как-то так внутри переделываются и начинают уже чувствовать себя во всех смыслах русским человеком. Вот для меня это загадка осталась. Потому что вот у одного так, у другого иначе. Смотришь, здесь сработало, а тут как-то не очень. Ну ладно, оставим эту загадку на обсуждение, рассуждение наших слушателей и зрителей. Идем дальше. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Светодар. Как вы считаете, влияют ли обрезанные закрытые предлоги, не оканчивающиеся гласными, например, в поле березка стояла, по сравнению в ополе березка стояла, на общее исполнение делая музыкальное произведение что ли более грубым? Не являются ли такие предлоги, разрушающими цельность стиха, мира и процветания Донбассу? Ну, я могу сказать только свое мнение. Чтобы уложить в определенный ритм или стихотворение, иногда и добавляются гласные, либо изымаются, чтобы соблюдать ритм. Поэтому, думаю, это нормальное состояние. И, ну, конечно, когда больше гласных, оно приятнее уху. Но на самом деле наши предки пропевали не только гласные буквы, они пели даже согласные буквы. То есть, мы даже можем только представлять, как наши предки исполняли песни. Но знаю точно, что пропевались и согласные буквы. Поэтому у нас все было певучее и красиво. Да, согласен с тобой, потому что существует мнение, и где-то оно даже очень навязывается о том, что гласные это те, которые невозможно протянуть, спеть за исключением одной-двух. Но на самом деле при мастерстве правильном можно и шипящие многие продлить на бесконечность, пока у вас там хватает, не произвесня при этом гласных звуков. И другие тоже. Так что не все так однозначно, как иногда нам преподают. Ну, ладно, идем дальше. Следующий вопрос к нам пришел от Завирухи. Роман, где можно послушать твои песни? Сайт у тебя имеется? Мои песни можно послушать ВКонтакте, на моей страничке. Она так и называется Роман Сухоненко. Либо в группе ВКонтакте называется Светодар. Ты сразу две группы завладел двумя группами. Это моя страничка личная, Роман Сухоненко, а группа это группа ВКонтакте. Понятно, ладно, хорошо, допустим. Итак, дядя Степа, вопрос в эфир. Играл ли ты хоть раз на бандуре? Вот я произнес это слово, теперь отвечай. В руках держал. И даже когда в определенное время работал в Дворце культуры, даже начинал разучивать одну композицию, потому что мы должны были оркестром исполнять, а там народу не хватало, естественно, и во всех мероприятиях были задействованы все. И я вот в тот момент начинал немножечко изучать пандуру, но так и не изучил. Ну, я думаю, все в будущем еще осуществим. Ну да, взял бы я в руки бандору, сказал он, взял, подержал и положил. Идем дальше. Дмитрий Исаев, вопрос в эфир. Здравия, Алексей, здравия Светодар. Влияет ли как-то на человека отщение на сленге, на исковерканном, видимо, общении? Да, общение. Да, потому что здесь с ошибками. Уж извините, что написано, то сначала читаю, а потом перевожу. На исковерканном, сокращенном русском языке с добавлением странных слов. Они в этом ничего страшного не видят, говоря, что какая разница, как передать информацию. Главное, чтобы тебя поняли. Насколько важно общаться литературно и грамотно? Ну, в моем мнении, вообще, нужно учиться общаться без использования речи. Нужно учиться общаться телепатически, казать. Тогда и проблем меньше будет. А речь использовать именно по назначению, для сотворения мира. Ну, я думаю, что в любом случае, даже сотворяя мир, нужно его сотворять, говоря, произнося глаголи, рецы, правильные слова, не искаженные. Все-таки, чем чище слово, тем лучше наш мир. Ибо слово отражает мысли, поэтому тогда и чище мысли. А представляете, человек с чистыми помыслами, человек с грязными, извращенными, искаженными помыслами, какой мир он сотворит? Более того, скажу, что нужно воссоздавать тот первый язык, Сен-Зар, Девна-Гарри, который по крохам можно собирать по славянским языкам, по языкам Европы, даже Азии. Это все еще впереди. И нам предстоит собрать воедино наш богатый, великий хернусский язык. Как интересно, ты много чего обещаешь. Ну ладно, посмотрим, посмотрим, что там у нас кто будет собирать. Хорошо, идем дальше. Зверуха, вопрос в эфир. Как читаешь, почему люди слушают песни с текстом без смысла или песни почти без слов? Ну, наверное, из-за того, что они устали от того, что современная песня кишит негативными понятиями и несет только отрицательные смыслы. Поэтому ему лучше, конечно, лучше слушать без слов либо какую-то переберду, которая ничего не значит. Понятно. Это мое мнение. Отдых для ума, да, такой? Слишком умный, но послушай глупые слова. Хорошо, Леха Братан, вопрос в эфир. Как сказитель назвал свою гитару? Имя-то дал? Не, имя не давал. Но все инструменты, которые у меня есть, они все живые. То есть, именно нарекать не нарекал. Понятно. Идем дальше. Дмитрий Исаев, вопрос в эфир. где можно послушать записи песен, приобрести диск, если это возможно? Планируется ли гастроли в Саранск? Благодарю. Дисков у меня нет. Все песни, которые записываю, записываю дома и все выкладываю вот ВКонтакте. Иногда периодически выкладываю своим друзьям ссылку на Яндекс.Диски, где хранятся все эти песни. То есть, кому надо приходить в ВКонтакт, я вам все отдам. А с концертами, если пригласите, с удовольствием приедем туда, куда позовете. Ну да, такой вопрос напрашивается. А живешь туда чем? Ну, до этого работал на телевидении, оператором подрабатывал, так сказать. Потому что я считаю, что любая современная работа, это, так сказать, волонтерство. Если еще до военных действий у нас кое-как можно было зарабатывать на жизнь, то с началом военных действий у нас на Донбассе я осознанно пошел на телевидение волонтером работать, чтобы приносить пользу народу, можно сказать, за еду. Потому что до той зарплаты, которая сейчас есть и которая была тогда, это едва хватало на пропитание. А сейчас я вот сейчас уже почти как год не работаю, но как-то удается выживать. Что-то где-то перепадает, кто-то где-то даст какие-то продукты и еще что-то. Ну, то есть волей богов и добрых людей. Понятно. Понятно. Идем дальше. Жилы Шемшуру. Вопрос в эфир. А где находится школа Шемшука? Шемшука виртуальная. Она находится это вебинары. Это проводится определенная школа по определенным направлениям. Собирается народ и через вебинары там раз в неделю и как там по-разному проходят школы, которые потом раз в полугодие завершаются выездным семинаром, где люди делают свои доклады о своих достижениях, наработках в той или иной отрасли, там, направлении в изучении наших традиций, наших наук интервью православных. И замечательные у некоторых достижения, волшебные, даже можно сказать, что очень много волшебного. Понятно. Идем дальше. Вячеслав Буров. Вопрос эфир. Правда ли, что есть музыка чисто для мужчин, которую женщинам нельзя слушать и также чисто для женщин, которые мужчинам нельзя слушать? Ну, вот я с таким не сталкивался. может быть, когда-то так и было, потому что мальчиков и девочек в прошлом воспитывали отдельно, пока они не созреют, не станут половозрелыми. Помните, до революции у нас же были гимназии, да, там, где мальчики и пансионы девиц. Они встречались только там на каких-то мероприятиях, балах. И воспитывалось уважение к женщине, мужчины и мужчины к женщине. и женщине к мужчине, а мужчины к женщине. Правильно сказал? Ну, надеюсь, да. Мало ли, что там у тебя номер, я уж никогда никого не справляю, поэтому вдруг так было задумано. Хорошо. Да, на самом деле, я уверен, что есть музыка, которая только для женщин, а мужчинам нельзя ее слушать, и для мужчин, которые женщинам тоже не надо слушать. это где используются слова, связанные с принадлежностью к полу и с усилением половой энергии. Поэтому, если, например, женщине слушать песни, которые связаны с усилением мужской энергии, ну, сами понимаете, что там дальше будет. И то же самое, если мужчина будет слушать женские песни, связанные с женскими переживаниями, и связанные с ее деторотными органами, что тогда будет с мужчиной. Почему вот всегда опасно, когда женщина воспитывает одна мальчика? Вот сейчас говорят мужчин, настоящих нет, но ведь вопрос, а кто воспитывал мужчин, тех самых, которых сейчас нет. Понятно, что была война, многих мужчин повыбивало, потом женщины воспитывали своих детей, мальчиков, понятно, что они еще и на работе были, в школах в те времена мужчин было побольше еще, но после войны как бы так тоже была нехватка, женщины занимали их места. В детских садах тоже женщины, в яслих тоже женщины, и получилось такое воспитание женского, женского плана, женского характера. Ну, а раз мужиков нет, кто-то их место должен был занять. Вот и получилось, что в определенное время женщины взвалили на себя эту непосильную ношу. А теперь сами же женщины страдают от того, что мужиков нет. Вот пришло время мужикам вылезти из-под обих юбок, стать настоящими мужчинами, осмыслить, кто они и для чего они. Только так мы сможем вернуть мир в то состояние, которое необходимо. Когда женщина это женщина, мужчина это мужчина. Когда два пола создают одно целое. они соревнуются две бабы, одна в юбке, другая в штанах между собой. Кто из них главнее? Ну, это как-то так. Ладно, все вопросы и реплики я прочел. Теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей передачи. Пожалуйста, подводи. Ну что, думаю, итог всем понятен, что нужно петь песни с правильными смыслами, с правильными образами и стараться созидать этот мир, а не разрушать его по возможности. Ну, кто может созидать, то просто обязан это делать. Все творцы, которые пишут музыку, пишут стихи, пишут картины, у них просто призвание, они должны вести за собой, должны созидать этот мир, вести нас и всех остальных к свету, к божественному. Поэтому все, кто слушал сегодняшний эфир и осознали, что и они творцы, и они осознали, что до этого делали неправильно, пожалуйста, постарайтесь теперь делать правильно, учитывая все то, о чем мы сегодня говорили. Конечно, эта тема она большая, ее так за короткий промежуток все ей не расскажешь и не покажешь, не показал вам вещи, песни, на которых растут растения, например, начинают цвести или еще какие-нибудь волшебные песни. Ну, то есть, думаю, для будущих эфир, если еще раз пригласят, мы можем как-то продолжить эту тему, либо зацепиться на каком-то аспекте этой темы и вместе с вами его изучать, исследовать и, так сказать, дарить миру уже готовые результаты. Еще хотел бы сказать очень важную важная информация. Недавно был написан гимн человечества. Написан он и замечательно ложится на музыку Александров, кажется, да, композитора Александрова, гимна Советского Союза. Это получился очень сильное и мощное такое произведение, которое просто не оставит равнодушным вообще никого. Я вот предлагаю, я могу зачитать стихи этого гимна, а вы попробуйте каждый дома пропеть это под музыку советского гимна и почувствовать, что будет происходить с вами и что будет происходить вокруг. И можете как раз, мы можем даже сделать эксперимент и вы произведя вот такие действия можете потом отписаться в каком-то из чатов о результатах вот этого волшебного гимна. Секундочку, если ты еще пришлешь текст, то мы его выложим под видео и люди смогут сравнить, как это все действует. Обязательно пришлю. Но на моей страничке тоже могут найти этот гимн ВКонтакте и текст и обязательно вышлю. Ну, зачитывать? Конечно. Или просто зачитывать? Едина держава, земля, человече, живая планета, Великая Русь, как прежде сияет, и так будет вечно, скреплен небесами народов союз. Славься, человечество, наше свободное, слава героям и предкам Руси, силой Всевышнего, воля народная, светлым свершением нас возноси. В терпимости силы, в сочувствии святость, традиции предков, основа основ, во всем справедливость, открытость, обрядность, единство и совесть, величье родов. Славься, человечество, наше свободное, слава героям и предкам Руси, силой Всевышнего, воля народная, к светлым свершениям нас возноси. За все мы в ответе, нас честность и смелость, в делах безупречность и скромность ведут, достигли всего, что нам в прошлом хотелось, и новые дали нас в вечность в реку. Славься, человечество, наша свободная слава героям и предкам Руси, силой Всевышнего, воля народная, светлым свершением нас возноси. Благодарю. Благодарю за добрые слова, благодарю за добрый эфир. Тем же, кто продолжает мыслить своими домами, улицами или, может быть, микрорайонами на нашем глобусе, хочу сказать, прошло то время. Русь – это не Московия, не Минск, не Киев. Русь – это понятие более широкое. Мыслите категориями Руси, а не категориями тех измышлений, которыми нас забили. Только так мы соединимся вместе, и только так наступит мир и порядок на этой земле. Сегодня у нас в одному из современных календарей 12 декабря 2018 года виртуальной студии находился Светодар, Роман Сухоненко и Алексей Орлов. Мы обсуждали тему «Сила русской песни». На себе я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова